Повыдет непрофессионалы и дилетанты, меня зовут Александр Бубнов, мы продолжаем тренировать Зенит. На очереди у нас матч, ну можно сказать, за первое место в Пемерлиге, потому что и у Зенита, и у Краснодара одинаковые показатели по части этого чемпионата. До 15 побед, 4 ничьих, 2 поражения. Но мы проиграли с протоку и Ростова, у Краснодар, Уралу и ЦСКА. Но на самом деле у нас уже был матч с Краснодаром, 1-1 он закончился, но мы тогда играли лучше на порядок. Просто не повезло с реализацией. Сейчас я надеюсь, что повезет. Футбол-менеджер 2019 уже доступен и приобрести его можно даже дешевле, чем в Стиме. Для этого достаточно перейти по ссылке под видео, а промокод СЛОВАТ ЛЮНАЙТЕД даст вам дополнительную скидку. А раз уж мы заговорили о реализации, то тут грех не сказать Эдуарда Рибукасе. Он в трех матчах Лиги Европы 8 голов, 3 голевые передачи сделал. И в Пемерлиге один матч, один гол у него. То есть по части реализации хорошая. Ну, мне тут сказали, да, нашлись лингвисты, специалисты, да, которые мне говорят, что он не Рибукас, а Рибусаш или Рибукаш. Вот. Ну, мне, в общем-то, все равно Рибукаш, Рибусаш. Главное, что он не алкаш. Вот. А я, кстати, сталкивался с Патакем, Рибер Бескова. С таким. Да, у нас Досай любил Сабантуи устраивать, да. Вот. Я помню, перед самой игрой как-то раз они собрались. А я тогда в паре с Хидиятулиным в обороне играл бы с центральным защитником. Вот. И мой партнер тоже. Вагист Хидиятуллин любил тоже эти Сабантуи, слушай, Досаевские. Ну, и вот перед, соответственно, игрой наклюкались они там. И мы вышли. Смотри, Сабантуи Хидият не бегает, блин, там, ходит пешком. Досай тоже к штанге прислонился. И он еще перед игрой, когда Константин Иванович вышел, Досай говорит, это, вы там играйте нормально, чтобы по моим воротам не били, представляешь? Да, как пустили. И в итоге, и в итоге я, по сути, одним защитником был, вот, отпахал за троих. Эти двое мне только спину перегаром дышали 90 минут, представляешь? Вот. Но мы не пропустили, потому что я хороший был защитник. Ну, и Саша Кокорин возвращается на Зенит-арену. Он сейчас игрок Краснодара. Ну, я все-таки считаю, что мы правильно сделали, что за 7 миллионов Кокорина продали. Ну, все-таки, по мне, он не всегда попадал в состав. Вот. Но в Краснодаре уже один матч сыграл и стал игроком матча, представляешь? Вот так вот. Ну, 7 миллионов за 30-летнего игрока, ну, я считаю, это довольно неплохо. Не знаю, насколько он пригодится Краснодару. Ну, честно говоря, я все-таки склонен опираться на более молодых и перспективных футболистов. Мой главный тренер Краснодара, Андрей Тихонов, сказал, что Кокорин рвется в бой. И я уверен, что он горит желанием хорошо выступить против своего бывшего клуба. Ну, мы видели, что может сотворить мотивация, например, футболистов сборной России, да, когда они мотивированы, когда они нацелены на игру. Ну, вот. Там все, что угодно может случиться. Составители календаря, конечно, дают жару. Представляешь, мы играем матч, можно сказать, который определит судьбу чемпионства в России. Да, в 13.00, послушайте, на разогреве у Уфы Лубина и Спартака-Нефтехимика. И вся Россия вечером у экрана будет смотреть матч Спартак-Нефтехимик. Вот это красота. Вот это молодцы. Матчи грамотно распределили и показали. Вот это придут посмотреть, как Спартак с Нефтехимиком играет. Вот еще Александр Егоров будет судить, ослеплять нас своей улыбкой, ослепительной. Вот, так что, ладно, кузяев дисквалифицированных, тоже наш бывший игрок. Слишком много бывших, концентрация бывших зашкаливает. Что касается составов, то Кокорин у Краснодара, Кокорин, Смолов, Иван в нападении. В центре классом Бентанкур, Забнин, Риси, Джики, Вайлин, Страмберг и Митрюшкин воротах. Ну, разве что, по позиции вратаря они нас превосходят. Во всем остальном, на каждой позиции у нас более сильный игрок. Ну, разве что, ладно, Аздоев и Бентанкур немножко на разных полюсах. Но, в целом, Уткин классы на равны, Аздоев и Бентанкур лучше Бентанкур. Но Сампер перевешивает Забнина в опорной зоне на массы, чтобы знали. Ну, вот, и я скажу так, что идите и порадуйте меня. Потому что в случае поражения можно упустить первое место. Упускать первое место в наши планы не входит. И надо идти и побеждать. Тем более, играем дома. В Краснодаре наш сегодняшний соперник, ну, прямо, скажем, дико отскочил. Да, дико отскочил. И сейчас настала пора эти дикие отскоки прекращать. Уткин, Шатов, там, сразу вдвоем накинулись на Шатов. Ну, у них Забнин травмирован. И я вижу, что у Краснодара проблемы есть с составом. Они не так свежи, как мы. И у нас грамотная ротация за счет зимних трансферов. Я смог необходимую глубину состава добиться. Сампер хорошо помог обороне. Уткин, Шатов, Аздоев. И вот хороший заброс от маги. Казаков. Казаков! Казаков, умничка! Все сделал правильно. И вот вам мага Аздоев. Это очень хорошее игрок, когда надо на ротацию выпустить, да? И свеженького. То есть лучше свежий Аздоев, чем Забнин весь перемотанный, перевязанный, который там уже мечтает, чтобы этот матч поскорее закончился. В результате мы забиваем на второй минуте. И это, естественно, помогает команде, когда в таком важном матче мы быстро открываем счет. Теперь уже Краснодару надо думать, как отыграться, что сделать. А мы можем спокойно контролировать игру и дальше. И самое главное, что футболисты получают эмоциональный заряд. Они уже, видишь, как играют? Видишь, как они играют? Шатов 2-0. Ну, надо гробить Краснодар, выносить ногами вперед и указывать им место. Все-таки у нас главный клуб страны, как мне Фусенко смелее там сказали. Ну, как говорится, хозяин-барин, елки-палки. Главный-то главный. Ну, та-то серия отскоков неприятных. Так же, как Краснодар в этом сезоне отскакивал. Так же сейчас мяч отскочил. Еще и голевую передачу Казаковы записали, представляешь? Вот эту с кучей отскоков. Ну, что меня радует, мы продолжаем нагнетать. В запасе, кстати, и Дзюба тоже. То есть, три форварда сборной России в прошлом играют за Краснодар. Так, Олежа Шатов со Штафным немножко переборщил. Мамана играет на Лукаса. Лукас вперед. Очень хорошо. И Уткину бы уйти на скорости, но он пока решил поберечься. Аздоев снова здорово. Аз Солини, ну зачем бить? Рикардо, пройди, простылит. Там два человека было штрафной. И Шатов, и Казаков оба были готовы. Аз Солини заброс на Казакова. Казаков, ох, сейчас, конечно, Митриушкин выручил, да. В одном из моментов он не выручил, но сейчас очень здорово сыграл Антон. И это приятно. Сампер, Шатов играет на Лукаса. Аздоев, ну мы в касании все красиво разбираем. В принципе, вот она доминация Зенита. И Зенит, ну я вижу, что это команда, так она и должна играть. Понимаешь? Те футболисты, которые есть, вот они выполняют установку тренера в полном объеме. Тренер говорит, как надо играть. Футболисты выходят и делают. Ну, Уткину я не говорил вот так играть. Это он сам принял такое глупое решение. И, ну, осуждать его за это или нет, я осуждаю. Ладно, счет 2-0, да. А если бы был счет другой, то было бы нервно. Такое решение принимать при другом счете, это опасно. Уткин, он сейчас хорошо выводит Олежу Шатова. Ну как Шатов? Такое ощущение, что из-под себя как-то бил. Я не очень уверена, но такие моменты вот надо использовать. 2-0 это все-таки не 10-0, как мы Руссенбург приложили, да. 2-0 это сейчас 2-0, потом 2-1, потом 2-2 и 2-3 на кураже. Поэтому 2-0 опасный счет в этом плане. Вот 3-й, если забьешь, то там уже шансы отыграться у соперника минимальные. А при 2-0, ну, скажем так, эти шансы, они есть. И могут быть достаточно существенными. Могут быть достаточно существенными, да. Так, ну у нас вот кандидаты на замену потенциальные, я всегда смотрю. Караваев выглядит уставшим. Мы сейчас побеседуем в перерыве. Пока что выигрываем, да, но стоит опустить руки, все старания пройдут даром. Нам этого не надо. Виктора Васина выпустили вместо Забнина. Забнин не выдержал. И Васина в опорную зону поставил Тихонов. Смолов штрафной. Ну вот здесь нельзя позволять. Мамана молодец. Хорошо позицию выбрал и не дал забить. Ну вот эти подачи стали проходить. Это тревожно. В нашей штрафной там мяч добирается до нашей штрафной. Надо постараться, ребята. Ну вы что? Вы хотите все профукать? Прокакать? Нет, мне такое не нужно. Ну, нужно закреплять преимущество, но то и второй тайм. Какой им желтая карточка? Ну пока какой им не игры? Ну, там хорошо Смолов входил в штрафную и простреливал. И только Мамана с правильным выбором позиции там справился. Если бы Мамана чуть-чуть бы задержался, то это могло бы быть очень опасно. Сампер бил мяч выше ворот, пролетел. Ну вот может быть Салини тоже кандидат на замену. Потому как не совсем он, мне кажется, хорошо себя чувствует. Патрик Херман появился. Ну, такой фланговый футболист. В Зенит я его, конечно, не взял бы, но он может создать проблемы. Определенно. И Эльмир Набиуллин получает желтую карточку. Это серьезно. Ну тоже, да, я думал Караваева менять. Теперь думаю Набиулина. Потому что Набиуллин может там напотачить со вторым горчичником. Так, ну Ригони Эмилиана вместо Арсалини выйдет. Я все-таки дам Ригони шанс. В таких матчах футболист должен играть. Арсалини тем более сегодня не убеждает особо. Казаков, ну что Митрюшкин вытворяет, а? Два уже стопроцентных момента Митрюшкин ликвидировал. И это не может не радовать меня как тренера. Вернее, меня как тренера радует, что мы создаем эти победы. Да, меня не радует, что Митрюшкин их отбивает. Вот сейчас тоже был. Ну может быть не стопроцентный, но 90% однозначно был. И вот сейчас снова Митрюшкин. Слушай, ну если бы не Митрюшкин, я это отмечал, превосходство Краснодара. Ну и то, что самая главная звезда Краснодара Митрюшкин. Да, и он это подтверждает своей игрой. Потому что то, как он сегодня играет. Ох, Казаков лицом неудачно принял мяч. Вот. Ну то, как сегодня играет Митрюшкин, это выше всяческих похвал. Это мировой класс. Мировой класс. И это как раз таки и говорит об уровне голкипера. Да, как он выручает, как он спасает. И Старакоша. Сейчас мог Кокорин. Ну там не Старакошина проблема эта была. Но у Краснодара, видишь, хоп и первый момент возник из ниоткуда. Ну мы пицца выпустим. Мы его тоже правильно пицца называть. Пицца. Ну я уж пиззо его называю, чтобы не дразнили его в команде. А то скажут, идей в службу доставки работаем. Пицца. Вот. Это же немножко обидно. Хотя у нас есть исполнитель такой. Да. Как его там? Сергей. Сергей. Да, не важно. В общем, чтобы не путать, да. Я не знаю, слушает нас кто-то пиццу в команде или нет. Но пицца правом голоса точно не обладает пока большим. Но это Казаков. Молодец. Умничка Саша Казаков. Здесь его Олег Шатов вывел. Передачей. Ну и Казаков пробил уже так, что ни один голкипер мира не возьмет. Он ускорился. Убежал от Джики. И исполнил. Ну да, Митрюшкину оставалось только стоять и смотреть. Надеется, что в него полетит мяч. Потому что тут реакция должна быть просто безумной какой-то. Кошачий. Вот. Митрюшкин все-таки не кошка. Да. Вот Пицца, кстати, дает вперед. Нашатов. Ашатов. Назад Самперу. Аздоев. Хороший матч проводит Аздоев. Казаков. Ох, Казаков Саша. Саша молодец. Так, ну мы Рябуса, Саша, выпускать уже не будем. В нем смысла нет, я думаю. Но вот Караваева заменит Шевченко. Потому что Вячеслав нам пригодится еще в Голландии. Вот. А Шевченко здесь получит игровую практику необходимую. Игровой тонус. Времени до конца много. И все. Так что заседники должны быть на готове. Да, это проверка тоже. Концентрация. Пицца выбрасывает на Казакова. Здесь Аздоев. Хорошо сыграл с Регони. И направо, да. Ну там же Шадид был. Ну он решил через Уткина сыграть. Казаков. Шатов. Ох, Олег. Позиция была хорошая. Му пробил опять же прямо в Митрюшкина. Но это называется из вратаря героя делать. Митрюшкин, конечно, если бы медали давали за каждый суперсейф, уже бы ну трижды героем России. Ну трижды героем Краснодара бы был. Вот Аздоев поборолся, но не доборолся до конца. И вот здесь надо успевать к этому мячу. Кто это? Аздоев. Но свободный удар будет. Краснодар ни разу стол не пробил. Но у них был один шанс. Но там Саша Кокорин попал в штангу. Ему обидно было. До безумия видел прям обиду в его глазах. Хотел забить бывшему клубу. Хотел показать, что зря был. Ох, что такое. Хотел бы показать, что зря от него избавились. Но, скажем так, мы лишний раз убедились в том, что Александр Кокорин, вот он снова с мячом. Ну, хороший футболист. Хороший. Он за счет выбора позиций. Да, вот играет. То, что он вообще бил эти удары. Это говорит о том, что футболист действительно неплохой. Но нам нужен не просто неплохой. Нам нужен суперфутболист. Регони. Ох, плохо. Регони. Очень плохой прострел. Эмилиано должен простреливать гораздо лучше. Если, конечно, его интересует дальнейшее продолжение карьеры на высоком уровне. Вот. Если он так будет играть, то, конечно, тут шансов немного. Вот еще Регони с мячом. Что придумает? Ага. Назад на Шевченко. Правильно. Шевченко же у нас еще не забивал. Ну, увереннейшая победа. 3-0. И тут даже вопросов никаких нет. Я доволен результатом и вашей игрой. Но надо, конечно, перед ответным матчем постараться. Орегони. Я скажу, что я недоволен твоей игрой. Чтоб он понимал, что его потом на трансфер выставят не случайно. Ну, и мы не только обыграли Краснодар. Но Александр Казаков вышел на второе место в списке бомбардиров. После Казака. Вы будете смеяться. Да? Казаки-разбойники захватили российский чемпионат. Вас, слушай, а нефтехимик-то удивил. 2-0 обыграл московский Спартак. Ну, понятно, что Спартак в этом сезоне не претендент на чемпионство. Но Вадик Манзон дважды поразил ворота Спартаковцев и на ноль отыграл Кузовкин, что приятно. Уфа проиграла Рубину. Ну, там это кажется, что счет такой дикий, да? А ведь было 2-1 в пользу Уфы. Потом 2-2 было на последних минут, где Форес хитриком разразился. Что это за жирец такой классный? Ну, вот посмотреть на него, да? Игрок абсолютно нулевый. Ну, в плане скорости он медленный. Он просто очень медленный. Завершение 10. Ну, как он мог сделать хитрик? Какой хитрик? Покер. Непонятно, да? И Форесу тоже 13 мячей теперь у него. Ну, у нефтехимика 2 удара, створ 2 гола. А Кузовкин, наш будущий вратарь, 9 раз спас. И, видимо, там у Спартаковцев там были моменты. Сколько обостряющих передач, вы увидите. Ну, и мы провернули еще один трансфер. Женя Данилов, которого я в свое время приобрел в нефтехимик. Да, я решил его забрать оттуда. Потому что его там не использовали вообще. Представляешь, нефтехимик. Я не играл. Талантливый пацан. Вот. Я его купил за 34 тысячи в нефтехимик. За 34. Вот. И он у меня... Он у меня играл, между прочим. Я ему доверял играть в НРЛ. Ну, премьер-лига, понятно, другой турнир. Да? Но Данилов универсал. Опорный полузащитник. Он не самый плохой опорник. Не самый плохой опорник. Хороший рост. И можно... Ну, в центре, может быть, и не стоит. Но в опорной зоне он может играть. И когда мне говорят, что в нефтехимике он не играет, я лучше его куплю и сам сдам куда-нибудь в аренду. Потому что кто у вас играет в нефтехимике? У вас... Ну, кошмар какой-то. Борис Цыганков играет. Борис Цыганков, который, в общем-то... Ну, хотя он тоже молодой. Борис Цыганков-то нормально. Воробьев тоже молодой. Ну, много, да. Много-много хороших игроков. Даже Казаев в состав не пробивается. Ну, все-таки, все-таки, вот хочется цельности в опорной зоне. В центре поля. Клемельсон они тут же используют. Хаджича. Ну, вот Хаджич зачем нужен? Бесперспективный боснеец. На позиции центрального полузащитника основной, да? Хотя есть Клемельсон, который... За которым охотятся там Арсеналы Мачестор Сити. Понимаешь? И зачем вы арендуете там непонятно кого? Лучше наигрывайте своих. Ну, и Балтика сдалась. Согласились они Балашова отпустить. За 4,5 миллиона. Но в перспективе после 20 игр за сборную 5 миллионов получит Балтика. И после минимального количества мячей 50 голов в чемпионате еще 5 миллионов получит Балтика. Ну, для Балтики это шанс. Да, у них шанс увеличить свое финансирование, улучшить финансовое положение. Кроме того, Балтика в следующем году может выйти в Премьер-лигу. И финансовая подспорья им необходима. Травмы и дисквалификации сыграли с нами злую шутку. Ну, дисквалификации в основном с Ампера, на Биулина не будет. Ну, вот. И в результате приходится уже задействовать... А, еще Аздоев получил повреждение. Поэтому Шатова приходится использовать на позиции центрального полузащитника. Ну, Миранчук, кстати, травмирован, да? Вот, тоже проблема. И, ну, даже Смирнов теперь в запасе на эту игру. Ну, соперника, в принципе, без сюрпризов. Ну, я надеюсь, что мы не расслабимся. Не расслабимся. И я скажу, что... Забудьте про первый матч. У нас сейчас новая игра. И нам здесь надо выложиться на 100%, чтобы... Чтобы... Сыграть и победить. Вот. Играть на победу. Я всегда говорю, что первый матч, он не имеет значения в данном случае. Да, надо играть, как будто счет 0-0. И, ну, и так 0-0 в этом матче. Вот. Поэтому надо забивать и побеждать. Хотя... Это еще не самый сильный соперник в рамках Лиги Европы. Рибукаш сыграл на Караваева. Прострельная передача. Ну, неплохо поддавили с первых минут. Во всяком случае, моменты определенные создаются. Система игры немножко потерпела изменения. Коронавитор играет чистого опорника. Если Сампер, он такой темный плеймейкер, от него больше креатива исходит, то Коронавитор это именно разрушитель. Ну, и задача у него соответствующая. Да, то есть там без всяких придумок и изысков. Все просто. У матерца Коронавитора. Матеус Фернандес. Вот он за креатив больше в Сентеполе. Отвечает на пару с Шатовым. Моголевой пас. Сейчас мог отдать Коронавитор на Домингеса. Он получил игровое время сегодня. Ну, с учетом того, что Шатовым издвинули, да. То, по большому счету, у него там и конкурентов-то не было. Орегоне, да и он. Ну, вот здесь вот шанс углового получил Ференорт. И этого нельзя допускать на постоянной основе. Домингес на скорости. Ну, мог сам идти. Зачем дал на Арсалине. В результате два фланговых игрока на одном фланге очутились. Вот как так. И некому было даже выдать передачу. Арсалине. Шатов. Шатов можно бить. Ну, он ловит этот мяч. Вот умеет. Хватка зацепкая у этого голкипера. Пицца. Молодец. Отобрался. Разобрался на фланге. Там на Ребука Шапас прошел. Ну, Фернандес сейчас глупость сотворил. Зачем бить с такого расстояния, когда можно, ну, как-то покреативнее сыграть. Если говорить о заменах на будущее, да, от кого я хочу избавиться. Вот Фернандес. Тоже из этих футболистов. Потому что, ну, естественно, об этом еще пока не в курсе. Ну, не тянет он уровень Зенита. Не тянет уровень Лиги Чемпионов. Естественно, тут надо понимать, что другого качества требуются игроки. Шатову понадобится замена в скором времени, да. Там тоже надо присматривать уже игрока. А Солини хорошо и прострелить на Ребусаша. Ах, Ребукаш, Ребусаш, запутались. Я его Ребукасом привык называть. И, в общем-то, язык не ломать, да. Ребукаш, может быть. Ну, Ребукаш еще звучит. Ребусаш как-то уже натянута. Вот. Перейра. Тренинда Девильена. Ну, вот здесь можно отбирать. Нет. Не вступили в отбор. Ну, мы на своей половине держимся. Вот сейчас можно как-то атаковать. Но неудачно Шатов дал. Он привык, что Казаков на линии последнего защитника играет. И всегда можно ему выдать. Ребукаш немножко другого плана. Футболист. Он больше любит штрафной. Получать уже мячи, чтобы там завершать. А не вот такие вот рывки делать. Это немножко не в его стиле. Своего попадает один игрок. Второй попадает в пиццу. Мячом в пиццу. Представляешь, итальянцы такое не прощают. Когда на улице там дети в футбол играют. Представляешь, мячом в пиццу попасть. Это без ужина вся семья осталась. Ну, и вот. Ильена нам забивает. Безобразная игра в обороне. По-другому и не скажешь. Ну, вот что это такое? Вот смотрите. Сколько там человек было. Да, сколько тут стоит. Синяя стена просто. И как строкоша пропустил. Я тоже не понимаю. Это ненадежная игра голкипера. На мой взгляд. Абсолютно. Не выручил. Не спас. Надо играть значительно лучше. Тем более. Ну, удар был. Ну, вот что это? Это что за технические данные? Как он там пробить смог? Тем более, как он смог забить. Вот над этим должны ломать голову наши футболисты. И 1-0. Ну, так тоже, знаешь. Понятно, что 3 забить сложно. Но, знаешь, один стандарт. Вот сейчас тоже. Еще один стандарт. Да? Так вот. Тихой сапой. Они могут и еще несколько голов забить. Поэтому нам забивать строго обязательно вообще. Рябукаш. Рябукаш. Ой, как Нулан-то достал этот мяч. Ну, вот это уже было похоже на что-то. И, в принципе, Рябукаш-то все правильно сделал. Он не по центру бил. Ну, как Нулан достал. Я не понимаю. Я скажу так, что нужно быть как никогда собранными. Собранными. И, ну, я скажу Фернандо, что и Караваеву, что недоволен их игрой. Они должны завестись. И второй тайм отыграть уже значительно лучше, чем первый. Ну, первый тайм был ужасным для нашей команды. В плане того, как они действовали. Ну, прежде всего, мне не нравится то, что мы моменты порем. И это тревожный симптом. Да, если с Фернордом моменты запороть, это не страшно. Потому что мы там 4-0 выиграли у себя. Да, но если мы будем играть с более сильной командой дальше. Там Ливерпуль, Интер. Много команд. Еще надо этих вообще-то пройти. Да, вот у нас сейчас там Старакоша опять не увидит ничего за всеми этими конечностями игроков своей штрафной. Вот. И это самое. И тогда скажут Александр Викторович, а что вы так плохо тренируете? Ребят. Почему они у вас так плохо играют? Причем, с точки зрения игры, мы много создаем. И, ну, вот Кроневитер. Ну, вот тоже кандидат на замену. Весь центр поля там и Фернандеш, и Кроневитер. Они кандидаты, да, на то, чтобы покинуть команду. Так же, как и Регони. Простыл. Но Ребукаш. Прямо в руки Нуланду. Там в ближний угол пробей. И все, никакой Нуланд, даже Виктория не поможет в этой ситуации Нуланд. Ну, отдай вот на фланг. Забежал же там. Хорошо. Караваев. Расстрел нужен. Ой, ну, елки-палки. Ребукаш попадает в штат. Ну, уже все против нашей команды, да. У Ребукаша какая была реализация сумасшедшая до этой игры. А сейчас, ну, это как будто, я не знаю, там силовое поле какое-то установили в воротах у Фернанды. Ну, мы уже гола три в этом матче должны были забить. Я не понимаю, в чем проблема Ребукаша. Почему он не может реализовать свои шансы. Тем более, отдых получил в прошлой игре. Сказать, что устал. Не устал. Наоборот, свеж и бодр. Вот Фернандыш один на один. Скорости нет вообще. Пенсионерским шагом дошел. Даже Сашенька Анюков, наверное, с Костей Зыряновым быстрее сейчас бегают, чем вот сейчас этот Фернандес там бежал. Ну, и удар соответствующий. Бездарный. Домингес. Давай мы его, может быть, на другой фланг переставим. А сюда выпустим Регони. Чтобы так немножко припугнуть соперников. Да, тем более Регони свеженький. На свежести, может быть, он порвет. Впечатлит европейские команды. И у нас получится его продать. Потому что за Регони мы тоже хотим получить определенные деньги. Вот. И надеемся, что покупатель на Эмилиана Регони найдется. Ну, стоит он 24 миллиона. Моему уже 29. Если его удастся загнать там за 20-ку, это будет большой успех. Вот, правда, не знаю, найдутся ли покупатели на такой чудо-товар. Подача штрафную. Здесь справились. Но вот до Рябука шамяч не довели. В этом проблема. Встречай, Добингес, его. Ну, елки. И все, и все встали вот здесь вот. Чего вы там один-то выдвинуть хотя бы. И попытайся помешать, противодействовать. Нет. Так, выпускаем Аздоева. Вместо Шатова. Шатов поднаелся. Но ему еще в России играть. Поэтому мы немножко заменим Лега. Рябукаш. Подача. И... Ну, как он махнул-то? Елки, мимо. Рябукаш все уже сделал. В ножку ему вложил. На, забивай, говорит. Нет. Взял, махнул. Там, куда попало. Караваева меняем на Шевченко. Уже, ну, понятно, что не отыграется Фейнот. Но то, что мы опять вот проигрываем в гостях, меня это напрягает. Причем по игре мы превосходим соперника. Превосходим. И превосходим на массы. И я могу вам с уверенностью сказать, что, ну, вот по технико-тактическим показателям, да, мы превзошли соперника. Ну, просто превзошли. И опасные моменты там возникали. И все было в нашу пользу. Я скажу так, что нельзя, нельзя так себя вести. Надо выигрывать у такого соперника уж подавно. Вот Краснодар дальше не прошел. Аякс остается в игре. Вот Севилья проходит АПЛ. Милан сильнее Шальке. Интер легко проходит Леон. Лейпциг громит Галатасарай. Ливерпуль проходит Саутгемптон. Ну, вот сенсационно. Вильяреал. Вильяреал проходит Арсенал. Вот это, пожалуй, сенсация. Причем игра была достаточно равная. И 3-0 они вели еще до удаления Арсенала. Кто там уж играет? Бакамбу. Ну, Бакамбу это все-таки не такие страшные ребята, какие могли быть. Но я думаю, что если нам попадется Вильяреал, это будет еще хороший вариант. Хоть они и выбили Арсенал, но по сравнению там с другими командами, да, Вильяреал, как там, мне кажется, попроще. Ну, и вот она, жеребьевка. В принципе, да, Аякс и Вильяреал были бы хорошими вариантами. Интер, Милан, Лейпциг. Это все, конечно. Ливерпуль. Это все, конечно, серьезно. Вильяреал, Интер. Но остался только Аякс. Аякс, Севилья. Ну, все. Все. Топ-клуб против нас. Зенит, Ливерпуль. Ну, самый серьезный соперник нам достался. По большому счету, из всех, кто только мог быть, достался Ливерпуль. Ну, и, скорее всего, уже на следующем этапе там. Ну, Ливерпуль самый грозный с другой стороны, да. Если мы его обыграем, то будут хорошие шансы там дальше. И у Ливерпуля, у Ливерпуля, ну, смотрите, да. У них тяжелые, ну, хотя у них как раз-таки не очень тяжелый календарь будет в это время. Целую неделю они получат спокойно на подготовку к Зениту. Ну, это, конечно, безобразие. Я надеялся, что у них хоть календарь хоть будет жесткий. А так у них все комфортно. 2-го числа играют с Вестхэмом. Через 5 дней Зенит. Ну, они в таком ритме привыкли готовиться, да. И матч, ну, по сути, с недельным перерывом, да. Так что Ливерпуль тут, конечно, сказочный календарь получает. А вот дальше у них потом 16-го, 19-го, но это уже, это уже потом, понимаете. А вот именно европейский, европейский календарь у них мягкий. А вот с Саутгемптоном был жесткий. И у них еще и в Кубке Англии Саутгемптон сейчас будет. Да, ну, по игрокам там у Ливерпуля Эрик Баи выступает, да. Матип. Ну, Матип это не так страшно. Делик тоже. Аднольд, вот, силен, но он не такой скоростной, в принципе. Эмрэджан, универсал. Наби Кейта. Мирового класса игрок, да. Ну, там Мане, понятное дело, на что способен. Кутиньо, понятное дело, на что способен. И Фермино. Это все, конечно, здорово. И Дреуси, кстати говоря, играет. Играет за Ливерпуль. Да, но в этом сезоне он в Лиге Европы только забивает. Сейчас они его точно против Зидита выпустят. Это будет, конечно, немножко печально, да. Да, и у нас, смотрите, календарь, да. У нас нефтехимик, Ливерпуль, да. Потом Луч, Луч, представляешь? Вот Луч как не вовремя вклинился сюда, да. То есть мы еще, ладно, хоть дома Луч. Слушай, если бы мы во Владивосток летели. Хоть где-то составители календаря бы не опростоволосились. Но по большому счету, да, по большому счету российскому клубу календарь, как ни странно, выпал сложнее, чем английскому. Но у нас поражение пока только в Лиге Европы, только в гостях. Вот в гостях играем крайне неудачно. Начинаем дома с Ливерпулем, да. Но вот так как с Винодом нам не надо. Было бы, конечно, удобнее завершать дома, да. А первый был играть в гостях. Но вот так распорядилась судьба. Ну что, эти матчи мы уже увидим в следующий раз. А пока напоминаю, что надо 600 пальцев вверх собрать. 4000 просмотров, чтобы вышла следующая серия. Так что надеюсь на то, что вы не подведете. Всех благодарю за просмотр. Всего самого хорошего. Вам удачи и до свидания.